Клятвенно 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 Мы берем устройство Super Game Boy Которое позволяет нам Показывать вам игры для Game Boy В качественном изображении Да еще и в цветном Кстати говоря Вы наверное знаете, что Game Boy Не дает цветного изображения Ну, жидко-кристаллический дисплей Матричный не позволяет В таком маленьком устройстве Совместить еще и цветное изображение Так вот, для этого существует устройство Super Game Boy Мы вставляем в приставку Super Game Boy Катридж от Game Boy Он называется Астерикс И Внимание на экран Нам поможет приставка Super Nintendo В раннем детстве, помнится, попали мне в руку французские комиксы И там, среди каратистов и ковбоев Я разглядел смешного Толстяка и его приятеля Ходосочного Верзилла Французский я и сейчас почти не знаю А тогда и подавно Помню только, что имя Толстяка врезалось в память сразу Астерикс Как романтично и загадочно звучит Викинг по происхождению и авантюрист по натуре Он отправляется в путь по 8-битному процессору Вооруженный, в отличие от древних скандинавов Одним энтузиазмом На первый взгляд, игра кажется перепевом Super Mario Но здесь есть свои прибамбасы И попробуйте пройти хотя бы пару уровней Уйдет у вас на это дня два или три А остальное только от вас зависит Ну, совершенно очевидно, что создателям этой игры покоя не давал Super Mario Потому что и приемы те же, и способы борьбы с врагами абсолютно те же Но, конечно, другой сюжет, другой герой И поэтому другая игра Производство фирмы Infogrames Эмблемой этой фирмы, как вы помните, является броненосец Не тот, который стреляет и плавает по морям А тот, который ползает по лесам Южной Америки Такое животное Ну, действительно, хорошая эмблема для фирмы Которая выпускает примерно 15% всех игр Особенно для устройства Game Boy Как всегда, это стало уже моей привычкой Я открываю коробочку с картриджем Astelix И аккуратно кладу его на место Только так вы можете быть уверены в том, что ваш картридж будет в полном порядке И никуда не денется Чтобы вы встали однажды утром и полдня не провели в поисках картриджа Который валяется где-то под кроватью Или которым уже играет ваша собака Картридж на месте И следующая игра для приставки Game Boy Это Kid Icarus Kid Icarus по-английски это можно перевести как Мальчик Icarus Кстати, Icarus никакого отношения к автобусам не имеет А Kid, хотя по-английски и переводится как козленок, маленький козлик Уже давно-давно в английском языке совсем по-другому воспринимается Дело в том, что Kids так называют детей-учителя в американских школах Kids это детишки, малышки, ребятишки Но дети не обижаются на это А Icarus это древняя легенда А юноша, который решил стать богом и научиться летать Дедал сделал ему крылья и скрепил воском Перья на этих крыльях Они поднялись на высокую скалу И Icarus прыгнул И полетел Полетел, но солнце, разгневавшись на дерзкую попытку юноши Расплавило воск Перья рассыпались Крылья разломались И юноша погиб Но совсем другая история вот этого юноши Которого тоже есть крылья Но у него еще есть лук Молодежный задор И огромное количество врагов Давайте посмотрим, что выполняет Киды Карус в игре Мифы и монстры Вообще все игры так страшно называются На самом деле ничего в них страшного нет Смотрим Мифология начисто ушла из игрушки А скорее всего у создателей и не было задачи Заниматься вашим гуманитарным образованием Для этого, неустанно повторять Есть книги Которые вы, надеюсь, читаете Несмотря на лето и компьютерные игры Из мифов у мальчика остались только крылышки Да еще от Купидона Другого сказочного существа Лук со стрелами В опасное предключение Отправляется Киды Карус по многочисленным уровням Без страха и упрека Вступая в единоборство силами тьмы Поиграйте сначала А потом откройте книгу Куна Легенды и мифы Древней Греции И узнайте побольше о своем герое И не только о нем Может быть после этого Вы с большим удовольствием будете тыкать кнопки На своем геймбое Я вот что подумал Чтобы вы не утомились От однообразной геймбоевской картинки Мы на время оставим геймбой в покое И используем приставку Супер Нинтендо По ее прямому назначению То есть вставим в нее ее родной картридж У меня сегодня есть несколько для вас Я их все обязательно покажу Эни Мэниакс Мультипликационные маньяки Бакс Бани И Блэк Хок Вот давайте с него начнем Из светлого мира Икарус Кида Мы отправимся в мрачное подземелье Блэк Хок Я почти уверен Что многие из вас Имеющие этот картридж Называют его Блэк Хавк Ну действительно Что написано Блэк Хавк Но Не все буквы в английском языке Читаются так как они написаны И это очень важно И это очень правильно Когда вы называете игры грамотно Не говорите Мортал Комбат Стритфиштер вы еще говорите Это ужасно Вместо Стритфайтер вы говорите Стритфиштер Кстати о Стритфайтере в нашей программе чуть позже И не об игре Стритфайтер А кое о чем другом Это очень интересная вещь Не уходите далеко А сейчас Блэк Хок Блэк по-английски черный Хок по-английски ястреб Черный ястреб Кажется ничего больше говорить не надо И обложка И сам картридж Говорят сами за себя Смотрим Черный ястреб На просторах 16-битного Супер нинтендовского формата Недаром я такой акцент Сделал на правильном произношении Название этой игры Качество ее заслуживает уважения По всем статьям Посудите сами Здесь и таинственность Присущая горячо любимой Костылевании И лихо закрученный сюжет Достойные хорошего боевика Слегка темновато Скажете вы Ну и что же вы хотите От игры такого уровня Это вам не Микки Маус В поисках цветочков лютиков Кстати Если любая игрушка Кажется вам немного темной С неразличимыми деталями Непонятным фоном Советую вам Прибавить яркость На ваших игровых телевизорах Только не очень много А то все цвета Станут такими знаете Сявыми и блеклыми И не забудьте Когда поиграете Сделать яркость обратно А не то от родителей попадет Тысяча кадров мультипликации И семнадцать сложнейших уровней Такова статистика Предложенная вашему вниманию На коробке картриджа Дистрибьюторы Не забыли указать И возрастные ограничения Для этой игры Не пугайтесь Ничего страшного Игрушка рекомендована Для детей старше восьми лет Хорошая игра Более тысячи кадров Мультипликации Использовано в этой игре Огромная работа Программистов-инженеров Большое им спасибо Производство фирмы Интерплей Пакет Только в пакет Все как раньше Вы наверное Жутко заинтригованы Тем что я Обмолвился Об игре Стритфайтер Сегодня мы эту игру Показывать не будем Мы покажем Одну из наших Следующих программ Я уверен Вы все прекрасно знаете И не только по формату Супер Нинтендо Еще на Сеге Был замечательный Стритфайтер Даже два Так вот Есть такой Каратист Режиссер Артист Зовут его Джеки Чан Вы его все прекрасно знаете Он китаец Обычно бегает В своих фильмах В одних штанах С голым торсом И побивает всех своих врагов Но и не о нем Сегодня рассказ А об одном Из последних его фильмов В котором Давайте посмотрим Что происходит в этом фильме Приготовьтесь У вас сейчас может Отвалиться челюсть Я лично не знаю Ни одного подростка Который Никогда в жизни Не играл в стритфайтер Джеки Чан В свое время Так наигрался в нее Что целый эпизод Своего фильма Городской охотник Посвятил Любимой игре Давайте посмотрим Как здорово Он воплотил сюжет ее В кинетографическом формате Странное получается дело Мир новой реальности В мире новой реальности Компьютерная игра В кино Получается В квадрате Если я ничего не путаю Ну давайте смотреть И завидовать Вы посмотрите Насколько Мир новой реальности Компьютерные игры Могут завладеть Взрослым человеком Джеки Чан Довольно Уже Пожилой дядька Он наверное даже старше меня А с какой любовью И с какой точностью Видели он Воспроизвел сцены Из игры Стритфайтер В своем фильме Ну кроме Потрясающей Компьютерной графики И великолепных Акробатических прыжков Чан Ли Я просто когда увидел Я не поверил Что это может быть На самом деле Представляете Живая Чан Ли Крутится вверх ногами В своей знаменитой вертушке Но Бог с ним С Джеки Чаном Давайте вернемся К нашим Баранам Получились стихи Невольно И посмотрим Что у нас сегодня Есть для Формата Сега Вместо приставки Сега У нас сегодня на столе Великолепная Игровая система Сега Genesis CDX Это Американский формат У каждого Американского подростка До недавнего времени В доме стояла Такая штука Дело в том Что она не только Может играть Картриджи Но еще и Посмотрите Здесь есть отделение Для лазерных дисков Вот у меня есть Несколько С собой Я вам покажу Что это такое Вот берем например Достаем Известную игру Эко Дельфин Но Она не на картридже А вот на таком Компактном диске Вроде тех Которые вы сложите На своих Компакт проигрывателях Кстати говоря Если этот диск Ставить в компакт проигрыватель Или в компакт диск Плеер То он будет играть Вы не сможете Участвовать в игре Но музыка Из этой игры Будет вам доступна Причем в великолепном Стерео исполнении Я сейчас не буду Вставлять этот диск В приставку CDX Потому что У меня это не было Сегодня в планах Я просто вам рассказал Буквально Чтобы вы знали В наших следующих программах Мы обязательно Вернемся к лазерному формату CDX А сейчас В приставку CDX Отправляется Картридж Чужие 3 По картинке на картридже И по названию Alien 3 Вы догадались Что это имеет Очень тесное отношение К фильму Чужие Все его прекрасно видели Все его замечательно знают Ему уже сто лет в обед Режиссер Ридли Скотт Подарил нам этот фильм И после этого Огромное количество людей Гадать Как же этот страшный Очень нервный Такой Завораживающий фильм Перевести в формат Новой реальности И Сделали это И причем сделали блестяще Давайте посмотрим Ридли Скотт В творческом порыве Создал целую галерею Космических уродов Одержимых одним желанием Выжить Совершенный механизм выживания Так охарактеризовал тварей Один из героев фильма Программисты уцепились За это свойства пришельцев И поэтому повалить врагов В этой игре Не так-то просто Мрачная Страшная И завораживающая игрушка От одного вида Носатых Зубастых мутантов Мурашки бегут по коже Так что главная рекомендация Не играть в игру На сон грядущий Лучше почитайте Или просто подумайте Полежите А вот утром Берите в руки джойстик И постарайтесь Освободить корабль-матку От этих тошнотворных тварей И еще один совет Играйте в нее натощак Жуть Это какая-то жуть Что-то у нас было подряд Две страшных игры Черный ястреб Теперь чужие Давайте-ка что-нибудь Порадостнее Посветлее Вот у меня здесь есть Во! Это одна из моих Самых любимых игр Называется она Эни-мэниакс Тут очень Интересная игра слов Вы прекрасно знаете Что такое анимация Анимация это Иностранное название Мультипликации Хотя и мультипликация Тоже не русское слово А мэниакс Слышите? Мэниакс Маньяки Так вот Эни-мэниакс Это анимационные маньяки Или мультипликационные психи Действительно Яко Уако И Дот Три героя Этой игры Отправляются в путь Чтобы остановить Сумасшествие Которое разыграло В стране Мультипликации Благодаря Пинки И Брейну Двум негодяям И у них был план Захватить весь мир Через экраны Мультипликационного кино Видите эмблема игры Что она вам напоминает? Вспомнили? Совершенно верно Она напоминает Эмблему Кинокомпании Warner Brothers Известной Своими Фильмами Причем Очень много Детских фильмов Выпускает эта компания Да почти все Игра производства фирмы Konami А приставка Super Nintendo Анимационные маньяки Отправляются Спасать мир Вместе с вами Все мои взрослые дети Любим мультфильмы Но чтобы любовь эта Переросла в маниакальную страсть Такое встретишь нечасто В игре, которую мы предлагаем Вашему вниманию Это, кажется, произошло Горстка мультипликационных персонажей Буквально одержима Своим ремеслом А еще и в стране анимации Поселились извечные негодяи Старающиеся превратить Яркий красочный мир В унылое Царство теней Не было у неподготовленных К боевым действиям малышей Ни пушек, ни лазеров, ни пулеметов А было только одно веселое Житье, бытье Но раз напал враг на родину Надо его по-быстрому Выгнать и изничтожить Выбирая себе персонаж Вы должны понимать Что выигрывая в одном Неизбежно проигрываете в другом Один из троих умен Другой ловок Третий бесподобно быстро Комбинируя все эти качества Вам наверняка удастся Спасти мультиродину От подлых захватчиков Графика блеск Анимация чудо Еще бы тут была она плохая С таким названием И самая симпатичная музыка Озорная, разухабистая Даже в чем-то русская Юмор Создатели игрушки Просто бесконечен Знаете, пишут на играх Для какого количества игроков Они сделаны Для одного, двух, трех или четырех Здесь крупным букмом написано Для одного мультманьяка То есть играть в эту игру Можно только одному человеку Больше всего мне в этой игре нравится Знаете что? Музыка Музыка просто великолепная Такая смешная, озорная Такая трендер Та-та-та-та-та-та-та-та-та Смешная Хорошо Теперь вернемся к формату Game Boy Он уже остыл Хотя, между нами говоря Я однажды проиграл в Game Boy четыре с половиной часа Я ехал долго-долго-долго в поезде И играл не выключая Что удивительно Он не только не успел сажать все батарейки Четыре батарейки, которые в нем существуют Но и даже Никакого внимания не обратил На то, что я так долго его не выключал Надежная система И сейчас мы давайте Попробуем туда вставить Вот что Красивая коробка Гонка F1 F1, как вы, наверное, догадались Это сокращенное название Формулы 1 Да Это гоночные машины Это скорость 250 км в час И О, смотрите-ка В этой игре еще есть вот такая вот Штучка Знаете, для чего? Это специальный адаптер Который совершенно бесплатно Слава Богу Прилагается к этой игре И позволяет гоняться на трассах Формулы 1 вчетвером Если у вас есть четыре геймбоя У вас, у вашего соседа У его сестры И у брата-сестры То вы можете Путем вот таких вот проводов Соединиться и этот адаптер И вчетвером Коняться При помощи только одного картриджа По-моему, это великолепная возможность Ну, у меня сегодня компаньонов нету Поэтому я буду играть один Итак, беру игру Вставляю в супер геймбой И поехали Заводи моторы Не удивлюсь, если узнаю Что звезды Формулы 1 Накатавшись на своих смертельно опасных болидах И облившись по обыкновению шампанским Берут в руки геймбой И тренируются проходить немыслимые виражи Не рискуя ни здоровьем, ни жизнью Я сам водитель И поверьте мне Ездить стараюсь аккуратно Но когда я вставляю в геймбой этот картридж В меня словно бес вселяется Еще бы 360 километров в час В турборежиме машина орет Как взбесившаяся мясорубка А ты давишь на кнопки сильнее и сильнее Стараясь выжать из нее все соки Редкая игра увлекала меня настолько Что я всерьез Решил преодолеть 40 секундный барьер На трассе в Австралии И преодолел, представьте себе Ну, вот и все Спасибо супер геймбой Ты нам больше не понадобишься Спасибо геймбой Ты тоже отдыхай А мы Двинемся дальше Хоть и не так много времени у нас осталось По просторам 16-битных приставок 12 мегабайт памяти И 10 уровней Различные сложности Возрастающие с каждым уровнем Предлагает нам игра Багс Банни Rabbit Rampage Багс Банни это персонаж Мультипликационных фильмов Которые вы прекрасно знаете Так, такой сумасшедший кролик У него есть такой сумасшедший враг Такой смешной В шляпе Доктор What's up, Doc? Все время спрашивает его Кролик То есть, как дела, док? Ну, а тот все время Наробит в него то стрельнуть То Какую-нибудь ловушку ему подстроить Ну, у него, как вы понимаете Ничего не получается То же самое происходит и здесь Вот в этой игре Это одна из самых красивых По графике И по мультипликации игрушек Для приставки Супер Нинтендо Не верьте? Давайте посмотрим Я просто так не говорю Приключения озорного кролика И его вечного врага Доктора Охотника Волнуют сердца ребят Всего мира Уже много лет И совершенно естественно Было перенести их На просторы новой реальности Интрига игры в том Что предруковатый Охотник-коротышка Никак не может Исполнить главную мечту Своей жизни Пристрелить хитроумного Баксбай Неприглядную роль охотника А заодно и всех остальных врагов Программисты отдали компьютеру Пусть он попотеет Противостоя вашей реакции И сноровке Баксбани Вот роль достойная Настоящего игрока То есть вас Отметим Что как и в природе Так и в мультике Кролик совершенно безоружен И гол как сокол Система защиты Максимально приближена К природной способности кроликов Отличающей этих животных От других Высоко и долго прыгать И скакать Так вот и прыгает Баксбани На головы своих противников А когда можно Просто избегает встречи с ними Прячась за елки Вот такие бывают кролики на свете Те кролики Которые у вас в клетках в деревне Тоже могли бы быть Такими же шустрыми Смелыми И сообразительными Если бы они были героями мультфильмов Ну а так они сидят Хрумкают травку Капустку Морковочку И знать не знают Что в мире новой реальности Кролик это нечто другое Ну а последней игрой В нашей сегодня Да, последней игрой Выпало быть Самой популярной игре На букву А Подумайте Пять секунд Какая самая популярная игра На букву А Догадались Конечно Это Аладдин Самый первый опыт Перенести приключения Мальчишки из города Гробы В мир новой реальности Скажем прямо Отличный опыт Большой акцент Создатели игры Сделали на том Чтобы воспроизвести Как можно более точно Нашумевший мультфильм Первая его серия Сейчас уже шестая Или седьмая Кажется выходит Задача удалась И музыка И джин И стражники Бестолковые толстяки С острыми мечами Все точь в точь Поэтому складывается ощущение Что взяв в руки джойстик Оказываешься По ту сторону экрана И от тебя одного Зависит развитие сюжета Это наверное и есть Феномен новой реальности За это мы и любим Компьютерные игры В наших следующих программах Супер нинтендовская И геймбоевская версия Аладдин Время нашей программы Подошло к сожалению К концу Давайте подведем Небольшой итог Мы сегодня с вами узнали Несколько новых Английских слов Мы научились правильно Произносить Название игры Black Hawk Мы отправились с вами Вместе с Мультипликационными Маньяками По просторам 16-битного Супер нинтендовского Процессора Три картриджа Побывало у нас Внутри приставки Геймбой И много-много Другого интересного Произошло Я очень извиняюсь Перед теми из вас У кого дома Кроме приставки Денди Ничего нету Для вас Сегодняшняя передача Как бы была потеряна Не унывайте Во-первых В нашей следующей программе Мы обязательно расскажем О дендевских играх А во-вторых Не век же вам На Денди Горевать Пора переходить На более серьезные Простои Продолжение следует...